ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, изменяющий правила прохождения техосмотра. Новшество, как сообщается, вступит в силу уже с 1 января 2022 года. Ничего не поменяется для автобусов, грузовиков и такси, а вот физлица будут обязаны проходить ТО только при постановке автомобиля на учет, если ему старше 4 лет, и в случае внесения изменений в конструкцию. Многолетняя привязка ТО Косага отменяется, вернее, она была ликвидирована еще в августе этого года. ТРАССА СТО ОДИН Отмену техосмотра для большинства российских автомобилистов поспешили прокомментировать страховщики, точнее, нагнать страха. Суть в следующем. Произошла авария, страховая компания возместила убытки потерпевшему. Но затем, если будет доказано, что машина виновника была неисправна, страховщик потребует от него вернуть деньги в порядке регресса. Правда, страховщики тут же успокаивают. Техническая экспертиза – это дело хлопотное, и назначается она далеко не всегда. ТРАССА СТО ОДИН Шансов попасть в разряд уголовников у российских водителей теперь больше. Еще в одном законопроекте, утвержденном Госдумой в финальном чтении, говорится о введении уголовного наказания для лишенных прав за некоторые грубые нарушения ПДД. Это, к примеру, серьезное превышение скорости или выезд на встречку. Если гражданин, напомню, в статусе лишенника совершит то же самое, ему будут грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, принудительные либо обязательные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет. ТРАССА СТО ОДИН Уезжать вместо ДТП – не очень умный поступок. Видеорегистраторы, камеры наблюдения, показания очевидцев – как показывает практика, в большинстве случаев беглецов находят. По данным ГИБДД, на дорогах нашей области с начала года произошло 165 автоаварий, в которых шоферы поспешили скрыться. В результате таких инцидентов погибли два человека, почти 40 получили травмы. Госавтоинспекция напоминает – за оставление места дорожно-транспортного происшествия водителю грозит арест, либо лишение прав. ТРАССА СТО ОДИН Льготные автокредиты не вернутся, по крайней мере, до весны следующего года. Именно тогда Минпромторг планирует принять соответствующее решение, но или не принимать. Деньги на программу льготного автокредитования зарезервированы в бюджете и на 2023 и 2024 годы. Напомню, в недалеком прошлом в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» россиянам предоставлялась 10-процентная скидка на новую машину стоимостью до полутора миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН